МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом случае огнем был охвачен дом на улице Заречной. Возгорание произошло посреди ночи. Пенсионер 1958 года рождения проживал один. Со слов соседей, характеризовался положительно. На учете не состоял. В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади и имущество внутри дома. Около полудня спасатели выехали по сообщению о пожаре в блоке общежития на улице Ленинской. По прибытию на место из закон второго этажа четырехэтажного дома шел дым. Жильцы горящего блока, супруги с двумя маленькими детьми, покинули пылающее помещение. Остальных эвакуировали спасатели. Троих детей госпитализировали для наблюдения за состоянием здоровья. В результате пожара повреждено имущество в помещениях блока закопченной стены. В управлении Следственного комитета закончено расследование уголовного дела в отношении мужчины без гражданства, проживающего в Гомеле. Его обвиняют в хранении, транспортировке, употреблении и продаже наркотических средств и психотропных веществ. Следственным установлено, что мужчина осуществлял выезд с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, откуда, где, находясь там, заказывал посредством интернет-магазинов, осуществляющих торговлю психотропными веществами, заказывал особое пасты психотропные вещества, которые впоследствии получал на территории Республики Беларусь и распространял гражданам Республики Беларусь как путем дарения, так и путем продажи. Важную роль в расследовании преступления сыграли эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. Именно результаты проведенных ими многочисленных исследований легли в основу доказательной базы. Во всех случаях представленное порошкообразное вещество содержало в своем составе особо опасное психотропное вещество неиспользуемое в медицинских целях альфа-ПВП. Материалы дела направлены для ознакомления прокурору с последующей передачей в суд. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Таков обзор происшествий к этому часу. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова